Поговори со мной Тара Мы продолжаем эту тему, тему о Таре, о законе Моисеевом, о том, какое место он по замыслу Божьему должен играть в нашей жизни и под заголовок сегодняшней программы «Крашеные гробы». Мы продолжаем разговор о Таре, как я сказал, и я сразу хочу сказать, я не знаю точно, чем он закончится. Я сам еще этого до конца не представляю. Примерно я, конечно, представляю, но хочу сказать вам, чем он точно не закончится. Я не клоню к тому, что все последователи Мессии Ишуа, то есть Иисуса Христа, должны соблюдать иудейский закон. К этому мы с гарантией не придем. Так что продолжаем разговор о Таре. В первой программе мы говорили о том, что Новый Завет представляет нам Ишуа, евреем, соблюдавшим заповеди Тары. Он сам сказал, что пришел не нарушить закон, а исполнить его. И Тара действительно сопровождала его на всем его земном пути от рождения до смерти. Он был обрезан на восьмой день, как каждый еврейский мальчик. И приговорен к смерти после своего последнего пасхального ужина. И, конечно, кстати, куличей на том пасхальном его столе не было. Однако сегодня у многих христиан соблюдение заповедей Тары ассоциируется в первую очередь не с Ишуа, а с фарисеями, законоучителями и книжниками. И почему происходит такая ассоциация? Почему Ишуа у них не ассоциируется с законом, а в первую очередь эти люди? Логика примерно такая. Законники и фарисеи были против Иисуса, а Иисус против них. Обличал он их, на чем свет стоит, как только он их не называл. И змеи, и порождения ехидины, и гробы крашены. А за что, спрашивается? А за то, что они ревновали по закону Моисееву. Соответственно, Иисус был не только против них, но и против закона Моисеева. На самом деле Ишуа был против чего-то другого. Против чего же? Во-первых, давайте отметим, что среди фарисеев были самые разные люди. Даже в Новом Завете, который фарисеев в целом, в общем-то, не жалует, мы видим, что не все фарисеи были врагами Ишуа. Например, Лука в 13 главе своего Евангелия пишет, что однажды пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. То есть, эти люди явно не желали смерти Ишуа, и наоборот, они пришли специально к нему, чтобы предупредить его о опасности, исходящей от Ирода. Так что, грести всех под одну гребенку не надо, в принципе, в том числе и фарисеев. Это раз. Но на это, конечно, можно сказать, ну, хорошо. Ну, что, допустим, что не все фарисеи были черти рогатые, так условно говоря, но конфликт-то у них был с Ишуа, был конфликт, а из-за чего? А вот в этом давайте и разберемся. Начнем с одного очень интересного эпизода в Евангелии от Марка, в главе 7, прочитаем с первого стиха. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, «И увидев некоторых из учеников его, то есть из учеников Ешуа, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись». Есть и многое другое, что они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Фарисеи укоряют Ешуа в том, что его ученики не моют руки перед едой. Что же они переживают за грязь у них под ногтями, и чтобы глисты, простите, не завелись? Нет, я думаю, что дело тут было не в гигиене, совсем не в ней. Фарисеи считают, что неумытые руки – это руки не просто грязные, а ритуально нечистые. И через физический контакт с ними даже кошерная, то есть чистая для еврея пища становится тоже нечистой. И тем самым сам человек, сам еврей, который ест эту пищу, оскверняется. Не то же самое, что грешит, но очень близко к этому. Результат, во всяком случае, очень похожий. Чтобы вернуться в нормальное состояние, требуется очищение. Тарак говорит о чистоте много. Довольно много. В основном в книге Левит. И о еде неумытыми руками там ничего не сказано. Но на то и были, как раз-таки, законы учителя. То есть, основываясь на явно прописанных заповедях Тары, они зачастую издавали свои собственные постановления. С какой целью? Чтобы регламентировать поведение еврея в тех ситуациях, о которых Тара умалчивает. Потому что все же предусмотреть невозможно. И тем самым осветить всю жизнь человека целиком. От пробуждения и подъема с кровати утром до отхода ко сну вечером. Каждую минуту дня. Традиция ритуального омовения после хождения на рынок и также ритуального омовения рук перед едой – это как раз примеры таких постановлений. И в совокупности они составляли то самое предание старцев, которое упоминает здесь Марк. И ко времени Ешо процесс формирования этого предания шел уже приблизительно 200 лет. Итак, вот чем недовольны фарисеи, что ученики Ешо не соблюдают предписания авторитетных учителей законов. Что же отвечает Ешо? Он сказал им в ответ «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное. И сказал им «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили». И делаете многое всему подобное. Ишуа отвечает, что соблюдение этого предания, соблюдение этого постановления, по сути своей чисто человеческого, иногда означает нарушение заповеди Божьей. Парадоксальная ситуация. Постановление, принятое вроде бы в любви к Богу и в ревности по нему, приводит к нарушению его святого слова. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В пример, Ишуа приводит заповедь о почтении к родителям. Харисейская традиция, очевидно, предписывала или поощряла приносить Богу дары, которых Тара не заповедует приносить. И ладно бы это было просто лишнее. Но эти дары приносились в ущерб помощи родителям. А в понимании Ишуа, почтение к родителям означало финансовую помощь им. И таким образом, следование традиции в данном случае приводило к нарушению одной из десяти заповедей, написанных на скрижалях завета. С этим он, конечно, смириться не мог. Возьмем еще один пример. Суббота. Шаббат. Тоже важнейшая заповедь. Одна из десяти, записанных на скрижалях. Она говорит как о сотворении мира, так и об искуплении и Израиля, и всего человечества. Поэтому был, разумеется, вопрос, как правильно ее исполнять. То есть, что можно в субботу делать, что считается работой, и что, соответственно, работой не считается. И были соответствующие постановления, связанные с субботой. Например, о расстоянии, которое еврей может пройти в субботу, при этом не перетруждая себя. Отсюда выражение «субботний путь», например, которое встречается у Луки в первой главе Деяний. Там он говорит, что Ильонская гора находится от Иерусалима как раз в расстоянии субботнего пути. И вот на почве трактовки заповеди о Шаббате, Ешуа сталкивается, как мы видим с вами в Новом Завете, он сталкивается с фарисеями неоднократно. То есть, его, например, ученики срывают в субботу колосья, растирают руками и едят. Или он сам кого-нибудь исцелит в субботу, какого-нибудь больного. Да не просто еще исцелит, а предварительно спросит, а можно исцелять в субботу. Если кто-то проявляет недовольство, то он не упускает возможности напомнить им, что почтение к субботе у них заканчивается, как только единственный волк или единственная овца упадет в яму, а ослик изъявит желание попить водички. Поэтому он называл этих недовольных лицемерами. Возникает вопрос, что же происходит? Ешуа игнорирует заповедь о субботе? Конечно, нет. Он просто-напросто понимает субботу и исполнение этой заповеди по-другому. Он не говорит, да забудьте вы, наконец, об этой субботе, хватит с ней носиться, как с писаной торбой. Он не говорит, вы слышали, что сказано древним? Помни день субботний, а я говорю вам, помни день воскресный. Теперь вместо субботы будет воскресенье. И он также не говорит, была у вас заповедь о седьмом дне, а теперь суббота это каждый день недели. Нет ничего подобного в Евангелиях нигде. Суббота для человека, а не человек для субботы. Вот его слова. Я понимаю их так. Когда тебе не просто говорят, что суббота это день покоя. А еще так ненавязчиво объясняют, что правильно соблюдать этот день нужно, выполняя энное количество правил. И упаси тебя, Боже, их нарушить. Потому что если ты их нарушаешь, ты оскверняешь субботу, а за это наказание смертная казнь. То, согласитесь, настрой на отдых в эту субботу как-то сам по себе улетучивается очень быстро. И все внимание сосредотачивается на соблюдении правил вокруг субботы. И таким образом происходит, что ты проживаешь эту субботу ради субботы. Вместо того, чтобы воспользоваться этим днем с той целью, с которой Бог этот день дал тебе. Вторая ясно говорит, зачем дана суббота. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой. И успокоился сын рабы твоей и пришлец. Написано в книге Исход, 23 главе, 12 стихе. Ну и разумеется, ты сам, если уж волк, осел и раб и пришелец. Если цель шабата это отдых, то есть восстановление сил и обновление, то ясно, что чудо исцеления, когда сам Бог снимает с твоих плеч тяжкое время болезни, причем не до воскресенья и даже не до понедельника, а насовсем, то это лучшее, что может произойти с тобой в субботу. Но чтобы это видеть, конечно же, нужно думать о смысле заповеди, а не сосредотачиваться на второстепенных вещах, которыми ее соблюдение может обрасти. Итак, конфликт Ишоа с фарисеями – это конфликт не беззаконника или нарушителя закона с ревнителями онова. Это конфликт человека, исполняющего закон, и даже самого законодателя, ведь Ишоа не просто еврей, а Бог Израиля в еврейской плоти, с теми, кто подчас неправильно толковал закон и даже отменял его своей собственной традицией. То есть Ишоа отставил правильное толкование и правильное соблюдение закона, а не его отмену. Но что же в таком случае делать с теми новозаветными стихами, которые, казалось бы, противоречат всему вышесказанному? Как их понимать и как согласовать с лояльным отношением Ишоа к закону, о котором мы говорили сегодня и в предыдущей программе? Об этом в следующий раз. Оставайтесь с нами. Спасибо. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Донейт», пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Субтитры подогнал «Симон»